Ну что, немножко о Бродвее, поговорим о Нью-Йорке. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин и мой такой завтрак. Вторая серия, первую серию я уже загружаю на мою страницу ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис, Мактум Сайфудин через дефис. Крупным планом, ах, такая крупным планом себя показываю, запоказываю, потому что сейчас мне нужно сделать такой обзор, уже моего кофе я налила, салат сейчас буду кушать. В общем, какая-то тематика такая, в общем, хочу, какая-то тематика такая пошла, даже не знаю, не совсем к завтраку, даже не знаю, что ей делать. В общем, это загружается, сейчас у нас какой-то завтрак. Уже, знаете, Татьяна Салмановна, хотя я сегодня встала, что-то я вам расскажу. Сегодня встала, потом думала, завтрак-завтрак, а потом еще легла поспать. Василий Врианович, поговорила по телефону, потом еще поспать. а вернее он позвонил, но я позвонила, потом он перезвонил через некоторое время, вот, в общем, на самом деле, хотела рано-рано встать, но я легла, надо было, чтобы встать рано, надо было лечь рано, а я легла поздно, то есть, вот, это считайте, что у меня ланчи, ланчи-бранчи, потому что сейчас 11 часов 55 минут, Санкт-Петербург, Россия, вот, с вами я, ну, это не кофе на миллиард, поскольку у нас такие темы, как бы, такие не миллиарды, я хотела за, за ютубить что-нибудь такое шикарное, рестораны, яхты, вот это, ну, это, надо такого душ принять, немножко так, как-то, в общем, что-нибудь, на эту губу накрасить, что-нибудь такое, тематика сегодня такая, не знаю, даже тематика пошла, в общем, как-то вот так вот, это не кофе на миллиард, в общем, это такой завтрак, кстати, кофе, но все равно, фондоминго, вот, салатик, сейчас, в общем, пошепчемся, вот такие вот дела на разные темы, и о мюзикле, и, в общем, о Брудвее, и вообще о Нью-Йорке, вот, и о шикарной елке в Нью-Йорке, я там была, знаете, как там, как там, Новый год тайм в Нью-Йорке, огромная елка и каток, где катают на коньках, мы с пыри, правда, не катались на коньках, но мы это там ездили, смотрели, вот, такие вот дела, видео закружается, как бы здесь вам поставили, чтобы все шикарно-шикарно было, видишь, немножко я тут делаю, то да, я хотела бы, ну, еще ничего, хотела я развернуть, видите, картину поставила, чтобы это был такой бэкграунд, я еще в процессе, значит, генеральную уборку мы в моей квартире, вот такие вот дела, ну что, куда это, сюда запоставить, да, компьютер, или туда, вот это, чтобы это было видно, ну, вот так, наверное, да, экран здесь не получается, математика у нас такая с вами будет, тематика, так вообще, вот это будет, вот это Татьяна Салмановна, я вам хотела сказать, знаете, есть кризисные психологи, я просто посмотрела вчера видео, такое, Антон Саныч Иванова, кстати, Антон Саныч Иванова, мы работала вместе в журнале правоведения, я там была машинисткой, работала машинисткой в журнале правоведения, Антон Саныч, я там уже работала, и Антон Саныч пришел начальником, начальником уже знал правоведения, вот, просто посмотрела часть вот этого вчера видео на его там канале Ютуба, про что-то такое, ну, в общем, такие, как там, как называется там, психоанализ, или что-нибудь, что-то такое, знаете, это психоанализ, все вот это вот, а есть, знаете, кризисные психологи, вот, я поскольку являюсь автором уникальной методикой, Китариана, так что вот, я могу сказать, хотя, сейчас, кстати, он, по-моему, такой скажет, я не являюсь специалистом, я, знаете, такой специалист-любитель, специалист-любитель в этой области, у меня нет специального образования, как кризисного психолога, вот, но у меня есть очень большой опыт, и, кстати, она уже, знаете, по, как говорится, по конкретным, знаете, по конкретному, вот, так вот, с этим, может сказать, что должно быть, ты равно, чтобы чувствовать себя нормально, так что вот, это особо, особо ощущалось в палате психиатрической больницы Кащенко, когда каждый хотел, там, пойти на выписку, так что вот, атмосфера такая была, каждый уже спрашивал, уже, уже обещали, что уже выписывают, что это отделение вообще закрывается, и вообще больница закрывается, и обещали выписать домой, так что вот, там неделями обещали. У нас там была такая огромная палата, огромная, я не знаю, сколько там метров, там одних коек было, с одной стороны, наверное, коек 20, если не больше, с другой, наверное, коек на 40, палата такая, так что вот. У нас там много было, с той стороны была одна, вот эта Мария Анна, а здесь у нас было 5 человек, вот мы как-то перевели из этого, из Кварцова Степана туда в Кащенко, вот эту палату, там 2, 2, 2 женщин выписали, и мы так были, вот в этой палате в пятеро, так что вот. Просто об этом мало кто говорит, а представьте, если, например, людям в раунд вас худо, хотя не знаю, может быть, кто-то и нормально, но может быть, есть такие люди, которые, знаете, может быть, другие нормально себя чувствуют, я не знаю вообще на самом деле, надо тоже, интересный вопрос, может быть, некоторые вообще, наверное, себя нормально чувствуют, когда другие, может быть, я не знаю, но это, наверное, говорит с отклонениями, я все-таки считаю, что нормальный человек, нормальный, чувствует себя нормально, когда и раунд, понимаете, и раунд, особенно где вот это ночуешь, вообще есть как палата, пробиваешь и день, и ночь, чтобы все было там тип-топ, в смысле нормально, в смысле тишина и порядок, кто-то читает, кто-то там спит, кто-то читает, по кому-то надо поговорить, да, если кто-то начинает жаловаться на болезни, понимаете, и причитать о болезнях, так что вот, я не знаю, это очень интересный вопрос, другие, может быть, наоборот, подумают, что это как бы такая, знаете, вот фигня, я вот помню, когда еще там в этой, на инфекционном отделении с квартала Степанова переселили там женщину рядом, она на кровати, я говорю, она там потом рядом со мной на кровати там, ну, на следующей, рядом со мной кровать стояла, моя кровать, следующая там была кровать, там женщину переместили из другой палаты, и у нее был побочный эффект триммера и что-то такое, у нее вся челюсть, вся челюсть тряплась, я у нее спросила, что это такое, она сказала, что это побочный эффект от таблеток, это был просто ужас, это было так неприятно, я считаю, что это очень может нервировать, действовать на нервы и отрицательно вообще отражаться вообще на психике, я не знаю, сейчас я загружаю это видео, хотя это нужно, я думаю, а я подумаю, я думаю, мне кто-нибудь может быть наоборот, им плевать, как бы, ну, как бы, может им плевать на других, а они чувствуют себя нормально, на самом деле, такой интересный вопрос, правда? Просто у меня такая позиция, что я чувствую себя нормально, когда и раунд, когда и раунд, все спокойно, короче, все как-то, как-то мы с вами делами занимаемся, ну, вы поняли, да? Может быть, я так привыкла жить? У нас, знаете, семья была такая интеллигентная, интеллигентная, скромная, из простых. Наверное, я привыкла так жить, у нас такое молчание всегда было, каждый занимался своим. Юрий Анатольевич, понимаете, вот это, такие все молчаливые. Родители с работы приходили там, Юрий Анатольевич там, как там, отдыхать, там где-то отдыхает, на кровати лежит, отдыхает. Каждый с вами делал, бабушка там при делах, в общем, что-то, да, ужин приготовить, там, вот это вот у брата, тоже такие молчаливые. То есть каждый вот этот, ни склоп, ни скандалов, в общем, так тихо, короче, тихо, так нормально. Может быть, я так привыкла, может быть, у меня, я, знаете, так привыкла, поэтому я привыкла, что вокруг должно быть так все нормально. Может, где-то относятся к людям, которые переживают, может, которые с добрым сердцем. Нет, я просто представила, она там, сколько мы там были, там много, ну, несколько недель были. Если бы вот эта вот, которая напротив, она, знаете, вот ей потом там поговорить, так далее, если бы она там стала что-нибудь такое говорить, что ей там нехорошо и так далее, бабушка, которая там сразу при входе, тоже там на кучу болезней жаловалась, лежала там вот это вот на своего сына, на кучу болезней, понимаете, если бы она лежала там вот это жаловалась на кучу болезней, это бы тоже там по типу и где не с кем поговорить и так далее. Вот это вот, и одна девица, которая там все любила плакать, понимаете, там лежала она и одеялом накрывшись, и плакала. А та, которая рядом со мной, вот эта вот, там рядом кровать стояла, там вообще он хорошо, он хорошо, у нее там один раз был приступ, если бы там из приступа он полежала, понимаете, это вообще был бы такой вот, на мою психику, такой бы хуествовал. Я просто о себе говорю. А та тишина и порядок, там книжку читает, здесь тоже журнальчики читают, как на Ксюше лежит, журнальчики читают, покушали, вот это, на кучу журнальчики читают, там бабуся тоже отдыхает, который около 80 лет. Тетенька, которая через вот это, она там постоянно спала, там вообще тишина. Сходит, поест и все, и лежит, вообще очень удивительно, вообще ничего не говорит. Ну да, может, я так привыкла. Я хотела вам рассказать, знаете, хотела там о себе еще такой, ты помните, но вот Ост был, вот эти вот ворвались, вот эти заложники, там вот это, вот я хотела вам что-нибудь такое сказать, а потом подумала, что нет. Хотя она Салмана не хочет об этом даже говорить, я думала, что все-таки кризисные психологи, это специальное образование, так что вот, специальное образование, они знают уже психику, психологию людей, насколько, наверное, психология людей, психология толпы, она немножко, наверное, отличная, понимаете, вот это вот, это все-таки, наверное, такое вот это вот дело, так что вот. Я просто на секунду представила, понимаете, люди же в норд-осте, там, понимаете, они же вот так вот там вот вырвались, вот это вот, что там, заложники, и они же сразу сказали, что они будут там убивать, короче, по одному вот это, вы поняли, да? Представляете, какая атмосфера была? Тотелка вам, она у вас, и вообще, на самом деле, и тематика вообще вот это, очищать теперь нужно этими апельсинами вообще вот это вот, завтрак вот это вот. Я просто задумала, можно ли было что-то другое предложить? У меня была идея пять лет назад, я вот подумала на одну идею, но потом я подумала, что нет, я не буду озвучивать, поскольку. Ну, какие-то вот такие вот экстренные, вы понимаете, да? То есть вот кризисные психологи как раз работают с какими-то такими людьми, которые кто спался в норд-остовах, когда там уже все закончил, а что, смотрите, к ним ходил даже Кобзон, Кобзон не побоялся, по-моему, Кобзон ходил, да? Кобзон, я могу ошибиться, кто-то из артистов, кто-то к ним ходил, чтобы с ними договориться, понимаете? Я же только по телевизору нам показываю, он не побоялся, что его там оставят. А у тебя что, почему он не побоялся, что его там оставят? Какая разница, Кобзон он или не Кобзон? Ну, в принципе-то, чем он от этих, которые там сидят, отвечает? Наоборот, бы сказали, о, короче, вот это, давайте тут же, что-нибудь там ходили, какие-то требования. Наоборот, могли сказать, знаете, хотели там два вертолета, там вот это, столько денег, а теперь у нас здесь Кобзон сидит, так что давайте вообще вот это вот, в сто раз больше. Вот это сейчас я подумала. Интересный вопрос, правда? Ну да, нет, идея, я хотела что-то такое, а потом думаю, не, не надо, лучше дайте вот это вот, давайте лучше это, засмотрим вот эти вот. Нет, у меня, конечно, думала, была какая-то идея, а потом думаю, нет, знаете, вот это вот. Татьяна Славановна, знаете, что он такой сказал, нешь, потом вот это вот еще вот это вот, ну вы поняли, да? Конечно, знаете, идея, как самой спастись, у меня есть, понимаете? Если вот такие вот пацаны вот этого, да, то есть по поводу других, я теперь поняла, что по поводу других они очень странно могут думать, даже не спрашивайте мне по поводу, потому что люди, я раньше думала, это вот хорошее, оно хорошее, а плохое, плохое, понимаете? Оказалось, что люди даже в этом смысле по-разному думают, поэтому это, знаете, специальные психологи, которые изучают специальную психологию, наверное, вот это вот. Социальная психология, психология какая-то вот эта, какая-то отдельная вот тематика, вот это отдельная тематика, так что вот. Так, хорошо, по куфе, куфе чуть-чуть сюда, еще, вот вся сама, ну, я не знаю, вот эта тематика такая вообще пошла, вот эта вот. Вообще, тем формально вот это вот, не смертается, немножко такая, немножко, как слез, а, очень-то. Ах, да, сейчас, вот это вот. В общем, нужно как-то очистили, да, очистили от негативчика, вот это, да, от негативчика. Так что вот. Ну, это все, давайте, я сказала, на всю карту, закрываем эту тему, все закрываем, это все очистило, такой позитив, такой супер позитив. Спасибо. 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 Спасибо.